Всем привет! У нас восьмой час. Утро. Сегодня суббота. Вот такая погода с утра уже. Всю ночь шёл дождь похожая. Решила с утра заняться делами. У меня сегодня по планам начать вязать носок из новой пряжи и помыть посудный шкаф. Потому что уже месяца два с половиной я там не убиралась. Надо вымыть всё. Поэтому хочу вымыть всю посуду, вымыть шкаф. А на завтра оставлю книжные шкафы. И что вы думаете, я провозилась с этой посудой? Пока я это всё помыла, пока я вымыла шкаф. И это только где посуда. А внизу у меня кухонное полотенце. Там всякое швум-бурум. Я тоже там хотела всё вымыть. Ну, видимо, это тоже на завтра перенесу. Всё, пока только посуду сложу. И на этом сегодня закончу. Потому что хочу ещё сходить на улицу. У нас пасмурно. Да ещё такой ветер поднялся. Не знаю. Если не утихнет... А может быть, всё равно схожу немножко погуляю. Тут у меня два сервиза с пасмурок. Такие вот красивые, симпатичные. Они у меня там наверху стоят. Чашечки. Вот это я не помню. Но это фарфор. Лёгкий-лёгкий фарфор. То ли Чехия. Нет, нет. Это Турция, наверное. Это Турция, точно. А столовый у меня здесь корейский и китайский. Часть посуды у меня от мамы. А часть посуды это моя. У меня здесь даже тарелочки. Те, которые мне дарили на столовую. Правда, одну столовую такую тарелку плоскую дочь грохнула. Надо поискать. Может быть, я найду где-нибудь. Жалко. Такая красивая тарелочка. Ну и тоже из китайского грохнули пиалушку одну. Наверное, не одно, даже две, потому что это четыре осталось. А глубокие, плоские тарелки все целые. О, какие ложечки. Это, ну, типа фарфор, но я не знаю. Фарфор, не фарфор. Нет, наверное, фарфор, потому что очень лёгенький. Вот здесь в супницу. В супнице. Ложечки такие, симпатичненькие. И поварёшка такая же. Я обычно делаю в этой супнице, когда готовлю окрошку, прямо в ней делаю. Потому что она где-то литра на два. Это нам на нашу семью полтора раза покушать. То есть, кто-то один раз, а кто-то два раза. Вот. Вот такая поварёшка. Симпатичненькая. Так, в основном я уже всё собрала, всё помыла, всё почистила. Всю посуду самая... Такое противное, это, конечно, вот эти все хрустали, все рюмки, салатницы, салатники. Вот это самая трудоёмкая. Вот это у меня корейские. Тоже у меня два корейских набора столовых, которые там слева. И вот эти тарелочки, вот отсюда грохнули одну. Красивенькая такая. А, нет, япония. А что я думаю, Корея. Да, это японские тарелки. Вот такие красивые. Вообще, у меня очень красивые есть тарелки. Люблю посуду. Ну, вот как подумаю, что вот это вот всё надо перебывать, куда-то вот девать. А потом с переездом столько посуды тоже у меня ушло. Разглавали. Что-то побилось. Это я мельтишу туда-сюда, но ничего не поделаешь тут. Вот столько разбилось посуды при переезде. Красивенько. А вот это вот немецкий, ГДРовский маленький сервис чайный. Ну, вообще красивый, конечно. Муж говорит, куда бы девать все вот эти рюмки. фужеры. Это что? Достояние. Наследство. Память. Это же память. Что-то мы покупали, что-то нам дарили, что-то здесь вот мамина. Вот эти вазы. Какая-то моя. Я уж даже не помню. Какую-то мы маме дарили. Хрустальные, красивые. А это вот китайский. Это вот легкие-легкие фарфоровые тарелочки. Я еще маме покупала набор фарфоровых тарелок. Легчайший тоже Китай. Но от них осталось только две тарелки. Все в двух минут. Если не пользоваться, конечно, они, наверное, дольше сохранятся. Ну, у меня помощники есть, которые помогают уменьшать количество посуды. Ладно, я, наверное, пока прервусь, потом подключусь. Вот я проковырялась. Это же вообще сколько времени у меня ушло. Столько всякой мелочи. Надо было достать, все спустить. Внутри помыть. Я еще мыла со средством. Там внутри шкаф. Там аммиачное что-то такое содержится. Аммиак, но он хорошо снимает. Все равно, вот даже если два месяца не моешь, вот какой-то налет образуется на поверхности, в шкафу, везде. Поэтому я вот всегда со средством мою. Особенно где стекла, зеркала. Вот это я все вымываю со средством каким-нибудь. Но сейчас вот купила какое-то с аммиаком средство для снятия жира. Так, для удаления жира, для дома. Какой-то вот такой, не знаю, видно, не видно. О, вот такой спрей. Вот. В общем, вытравила все. Вымыла посуду как следует тоже со средством. Все фужерчики, все рюмочки, все салатники перебрала. Часть вообще убрала, стаканы компотные, вот эти высокие, вообще убрала отсюда. Я их на кухню, потому что они тут у меня стояли, места занимали очень много. Убрала большие у меня пивные кружки чешские, тяжелые такие, тоже убрала отсюда. Составила в основном, конечно, здесь сервизики, тарелочки, чайные, вот эти группы, как их назвать, чайные пары. И большую часть, конечно, хрусталя. Ну, куда его вот здесь, куда? Не знаю, куда, но приходится постоянно, вот, хотя бы раз в полтора месяца, в два месяца доставать. Конечно, надо чаще, но у меня не получается. Вот, и перемывать вот это все. Осталось разобрать внизу, вытряхнуть, но это я уже на завтра перенесу. И книжный шкаф все протереть, вытащить и снова поставить, наверху все помыть. Потихонечку надо уже, как бы, и дома наводить порядок к Новому году. Здесь мы, у меня сын покрасил комнату не так давно. Поэтому, ну, вот, буквально, когда, недели две назад он обновил здесь покраску, он хорошей какой-то финской краской красил, эмульсионкой. Ее можно мыть, протирать. Вот, поэтому здесь, в общем-то, очень чистенько, свеженько, хорошие такие потолочки получились. Вот, теперь мне осталось фикус, вот этот в углу помыть. Ну, или вечером я его, наверное, помою, чтобы он у меня обсох. И другие цветы, и, может быть, подоконники тоже вымою. Подоконники, поддоны все помою. Часть цветов помою. Я их обычно мою тоже все. А завтра уже вот этот шкаф. Или завтра, или вот, вот, надоело, правда. Там, с тряпкой, сегодня целый день с тряпкой. И даже толком не повязала. Ой, мои мужички на кухне веселятся, там что-то рассказывают. Это я, если меня видно. Всем привет. Я, кстати, подстриглась. Правда, не очень удачно, надо перестричься, наверное. Вот, что еще? Вот так. День практически и вылетел.